В республике продолжают развивать систему оказания медпомощи шаговой доступности. Строительство современных ФАПов одна из приоритетных программ. Модульный пункт открыли и в селе Такаево Комсомольского района. Такаевский ФАП 179 в Чувашии. Реализация программы продолжается. До 2020 года в республике планируют обновить каждый третий фельдшерско-акушерский пункт. На сегодняшний день президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу, чтобы мы продлевали свое долголетие, свое активное долголетие. И поставил задачу перед регионами, перед субъектами Российской Федерации, чтобы средняя продолжительность жизни была 80 лет. На строительство ФАПа из регионального бюджета было выделено более 3 миллионов рублей. Для оказания первичной медпомощи здесь есть все необходимое. Модульный пункт оснащен высокоскоростным интернетом для консультаций со специалистами районной больницы. Михаил Игнатьев оценил качество удаленной связи. Приветствую вас. Вы кем работаете в центральной районной больнице? Я заместитель главного врача. И по остальным ФАПам мы рассчитываем, что связь тоже устойчиво будет работать. Успех вам в работе. Было бы очень удобно. Во благо жителей Комсомольского района. Во благо долголетия этих жителей. В новом ФАПе будут обслуживать более полутора тысяч человек. Раньше им приходилось добираться до районной больницы, что в 10 километрах от села. Федческий, Акушерский пункт – это значимые события в селе Такаево. Действительно, здесь теперь есть все условия для комфортного обслуживания населения. И хочу еще выразить слова благодарности руководству республики, администрации Комсомольского района, администрации сельского поселения за заботу о сохранении здоровья. В этом году в селе Такаево откроют и многофункциональную спортивную площадку. Строительство этого объекта ведется по программе реализации местных инициатив. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика.